Всем привет, дорогие друзья! С вами Вилноу, и в этом видео расскажу вам о том, что происходит в мире World of Warcraft и Blizzard Entertainment. Но перед этим сходу, как всегда, таймовички! Таймовички — это когда они открыли сезон открытий, и это просто невероятные очереди, невероятные ощущения в этом сходу. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите колыкольчик, чтобы получать уведомления о новых видео и стримах, которые проходят ориентировочно с 12 до 14 и с 18 до 20 по московскому времени. Оставьте свои комментарии, что вы думаете по данному поводу. Также в YouTube, ВК, Яндекс.Зен, Телеграм, Дискорд. Вы сюда подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех новостей и продвигать эти платформы. Но мы начнем, ребят. Начнем с чего? В продаже появился маскарадный костюм Небесного Капитана для Dragon Flight. Поэтому вы его сейчас видите, можно его купить, если бы мы могли его купить, да, за 15 евро. Вот такая вот история до 1 января. Небесного какого-то капитана. Выглядит прикольно, но на этом, в принципе, мои полномочия все. Выглядит прикольно, мои полномочия все. Еще добавляют в магазин, да, опять же таки, все люди, как на этот раз, заныли, да, насчет торговой лавки. Типа, вот, посмотри, мне очень понравился комментарий одного парня, который написал, или девушки, не знаю, написал, Ага, вот вам и торговая лавка. Ну и что скажете, челы с Dragon Flight? Я не могу. Просто такой ор один раз сделали в лавке питомца за тысячу, который, напоминаю, по сути, бесплатный контент, когда, в принципе, все остальное было довольно-таки неплохое на вкус. Много кому понравился этот охотник, много кому понравился намаха, много кому понравился этот меч и леденец, фактически. Так что, не знаю, лису в итоге добавили, да, но это уже совсем другая история, видимо, да. Сразу после такого, конечно, удаляю Dragon Flight и отправляюсь вербиком в небытие, да. Барофлил, как раз-таки, ребят, про лису. Сначала, как вы могли видеть вчера, видео написал, не было лисы в торговой лавке, это, очевидно, Близзарды продургого лякались, да. И, соответственно, не добавили ее, то есть она была как-то забагана и просто не добавилась в торговую лавку. Ну, что со всеми случаются, как, опять же, какой-то классный парень писал в комментариях. Вот я зашел на Dragon Flight, зашел на Dragon Flight, и вот, знаете, столько багов, столько багов, лагов, столько проблем. Внизу ему справедливо спросили, хоть 3-4 бага назовешь, и парень исчез. Действительно, о каких багах идет речь? Как правило, я лично багов каких-то не замечал, да, потому что, если сравнивать баги World Warcraft'а какие-то, и проблемы с относительно новыми играми в игровой индустрии, можно сказать, что в Warcraft'е их практически нет, да. Ну, не считая определенной оптимизации в определенных локациях, но это уже совсем другая, ребяточки, история. Следующая новость, ребяточки, про PvP-потасовку Ботобойку, которую отложили до 13 декабря, из-за того, что она там в ротации совпадала не очень удобно. К слову, Ботобойка очень классная PvP, потому что играете против ботов, да, то есть ваша команда наорать собирается против ботов, и это всегда вынос подчистую. Но вот вопрос, вдруг в этот раз будет не такой уж и вынос подчистую, учитывая, что они работают с искусственным интеллектом, и вдруг он будет делать жигалевой этот искусственный интеллект? Ну, я очень сильно сомневаюсь. Суть Ботобойки в том, чтобы нафармить тонны, 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 тонны чести для своего какого-либо дела. Так что можно поучаствовать, если вы любите PvP, или вдруг захотели выбить какие-то комплектики, или захотели вдруг неожиданно окупить себе кучу трансмога PvP-шного, это самое время нам, PvE-шерам, условно, отправиться привыком на эту Ботобойку и жестко нафармить кучу этих значков, с помощью которых почетных можно будет покупать себе кучу классного трансмога из PvP прошлых сезонов, и это балдежка. Так что запомните об этом, это классное событие для нас, PvE-шеров, да, по сути. Очень быстро, за пару минут победа, и все. Следующая новость, ребяточки, и целое открытие новостей, непосредственно связанное с тем, что у нас тут недавно открылось, с 30-го на 30-е, с 30-го на 1-е, открылся у нас, ребят, сезон открытий. Но перед этим начали разработчики людей троллить, ведь они никому не сказали, что там будет со сервера, сколько серверов, и сначала появилось 4 сервера необозначенных, а потом исчезло. Все думают, что разработчики троллят, на самом деле, косячат, и мне думается. На самом деле, думают, что меня не косячат. Потом появился только один, потом появилось только два, и все начали волноваться очень сильно, не зная, где создавать, что делать. Ну и в итоге все заволновались, и как в итоге все это было, да. Начался сезон, ребят, открытий, да. И что же нас ждало? Конечно же, невиданная популярность у этого момента, гораздо большее количество зрителей на том же Твиче, относительно гонки, значит, рейдовой в Драгонфлайте, и, соответственно, 576 тысяч в пике у нас было. Естественно, нас ожидало тонна, примерно миллиарды очередей, миллионы очередей, как всегда. Не знаю, наверное, это какая-то, ну, скажем так, фишка, да, как я говорю, таймовички, и все получают психологическую травму, ряд людей, да. Но, видимо, много людей также получают и травму, и наслаждение, как от таймовичков очередей в World of Warcraft, потому что опять было миллиард очередей. На некоторых серверах слишком много создали персонажей, и писали, что нельзя создать с этой фракцией персонажей. Так, слишком много с этой фракцией персонажей. Конечно же, все зашли поиграть, увидели тонны людей в Элденском лесу, тонны людей увидели в Дуротаре, да. С ума сошли от количества людей, от миллиарда лагов, от мобов, которые просто растерзывались тоннами игроками в надежде на выполнение квестов и прокачку. Короче, люди получили свое наслаждение от неожиданных фреш-ванил... О, подожди, не фреш-ванилы, хотя ладно, фреш-ванилы сезона открытий, да. Сезон открытий, ребят, кто еще не понял, в чем суть сезона открытий, я опять-таки напомню, да, в чем суть. У нас сейчас на данный момент в игре присутствует три условного World of Warcraft, да. Ты открываешь вкладочку «Игровые миры» и видишь. Первое — Seasonal, называется, да, Seasonal, то есть это вот сезоны в World of Warcraft Classic, да. Второе — там типа Classic WoW, который там движется по своему пути, да, и сейчас Лич Кинг, потом будет Катаклизм, и, соответственно, ритейл, да, сервера, которые непосредственно Dragonflight и так далее. То есть вот так у нас происходит, и вот это сезоны. В данном случае сезон заключается, смысл его в том, что вы можете играть, так сказать, как в ритейле они, в общем-то, сделали, но только внутри классика, грубо говоря, потому что многие говорили, что похоже на ритейл. То есть можно качаться до 25 уровня. Конечно, до 25 уровня ограничений на профессии, на все вот это, на прокачку и так далее. Вот 25 уровень и стоп до какого-то времени, пока все не наиграются. Новый типа Raid, обращенные непроглядные пучины в Raid. Очень легкий, судя по всему, да. И, соответственно, просто казуальный геймплей с приколами в виде определенных, собственно, рун, да. В виде определенных рун, и, соответственно, вот он список рун, ребятач, которые вы можете посмотреть в свое удовольствие. Так что посмотрите в свое удовольствие руны. В общем-то, я ссылочку вам внизу в описании оставлю, чтобы вы могли эти руны найти. Где они находятся, через вовхед, для себя, чтобы их полутать, и, соответственно, какие-то новые способности от этого получить. Такая вот у нас, ребятушки, история. Что у нас, ребят, дальше? Дальше у нас, конечно же, тут же, мгновенно, в первые же сутки, вышли тонны нерфов на сезон открытий. И, соответственно, понерфили. Чародейский взрыв от хил на не 80%, от чародейского взрыва от выставок химеры урон уменьшили на 80% урона. То есть, как всегда, неожиданно все выпустили, и неожиданно все, конечно же, нерфят, ребят. И, конечно же, следующая новость. В первые же сутки закрыт, очевидно, непроглядные пучины в сезоне открытий, от чего многие начали ныть словами «эээ». Вот даже когда БК, ЛК выходил, даже профессиональные гильдии, вот это вот «ээээ», умирали постоянно. А тут-то прошли опять «ээээ», вот это вот, да, неожиданно, в классике все умирают с первого пула. Вот это поворот, вот это поворот, ребятушки. Я, как бы, в этом поворота, конечно же, не вижу, да. Поэтому фан-данш, фан-веселье, и, соответственно, все теперь ждут контента непосредственно на Ясеневом лесу. В Ясеневом лесу будет пвпшка на 25, в общем-то, левеле на 25 будет бесконечной пвпшкой там между Ордой и Альянсом. То, чего люди и хотели, да. То, о чем я, в общем-то, и рассказывал, да, как вы помните. Кстати, я тоже рассказывал прикольную штуку, да, в которой я намекал, что, может быть, было бы классно сделать не просто перезапуск классической улучшенной версии игры, а, может быть, туда добавить кучу контента с ритейла, который нам доступен сейчас, добавить некое подобие ключей, или как-то проапгрейдить классику, чтобы люди играли в старые World of Warcraft, но как будто уже по-новому. Но нет, старые модельки, значит, старые механики, все это у нас присутствует. И стоило только, неожиданно, добавить какие-то определенные фишки, типа, вот в данном случае, этапов до 60 уровня, то есть, фактически, своего рода сезонов, да, своего рода сезонов для ритейла, как неожиданно, классика заиграла новыми красками. И это прикольно, конечно, молодцы. То есть, получается то, что люди и хотели. То есть, вы идете, вообще классно, на самом деле, получилось, самая задумка очень интересная. Вы идете, катяетесь с 25-го, это довольно-таки быстро, можно сказать, да, вы это получаете. Там же и опыт, вроде как, усилен на этих серверах открытия. И вот уже как будто лейтгейм. Лейтгейм приоделись, да, классно, замечательно получился. Тут неожиданно новый этап, а там, соответственно, и новые профы пассивно уже открылись. Как говорится, работа с готовым. Работа с готовым. И вот это прикольно, да, прикольно, ведь следующий этап, вроде как, переходим к следующей теме, да, а именно интервьюшку дали. Ребята, про Вов Классик, вот этот, да, на Вов Касте. И, соответственно, рассказали про руны, как там, что происходит, про то, что нас ждет второй этап с 25 по 40 уровень, где будет ПВП-событие в Тернистой долине. Но это, знаешь, ну, скорее всего, и было бы неплохо. Представьте, как круто, да, всегда Тернистая долина была своего рода Вьетнамом, вот, где все сидят на деревьях и пытаются тебя подкараулить и запвп-шить. И тут, конечно, было бы классно какое-то супер-ворд ПВП устроить на Тернистой долине от 25 до 40 уровня, ну, на 40 уровнях какие-то новые руны обещают. Естественно, новые рейды там обещают. Вроде как на Мориган, что ли, будет типа новым рейдом, скажем так. Это прикольно, это фан, это то, что люди и хотят, да. Это то, что люди и хотят. Отпомните, да, как основной мем, в общем-то, World of Warcraft на данный момент, да, это когда фан детекты, да, фан детекты, delete right now, как бы. Только Blizzard обнаружил, что люди наслаждаются игрой и используют какие-то игровые механики, чтобы получать наслаждение, как они тут же это хотят удалить. Сразу понерфить, выключить. Господи, боже, они наслаждаются игрой. Срочно остановить их. Они не должны наслаждаться. Остановить их. И тут неожиданно они сами выпустили фан. И, конечно, людям это очень нравится. Хоть я и сам в это дело не урвался, потому что мне вот эти старые модельки и так далее. Скажем так, как проходить команды Conqueror с модами, да, очень, кстати, советую. Недавно проходил старые команды Conqueror, Adore 2 и так далее с модами. Ммм, совсем новые ощущения от игр. Поэтому ни в коем случае не презираю никаким образом игроков, кто наслаждается WoW классикой. Безусловно, это отлично. Безусловно, это отлично. Пускай все наслаждаются. Кто как хочет, так и играет в World of Warcraft, конечно, да. Поэтому играть в World of Warcraft, ребяточки, это топ. Так что ждем, что у нас там будет появляться. Новые руны и так далее, и тому подобное. Что еще в сезоне открытия нам будет появляться? Какая вообще это будет скорость, скажем так, к обновлению контента? Все новости я вам обязательно расскажу. Когда будет второй этап, пока непонятно. Но люди уже на первом этапе получают наслаждение. И так оно и должно быть, да, Blizzard? Я должна неожиданно понять и вдруг услышать опять то, что я говорю. Наверное, опять же таки, как мне какой-то парень в комментариях написал, что они уже в честь меня сделали. Квест, в котором пишут про невероятные ощущения в источниках, в которых можно искупаться. Соответственно, надеюсь, что Blizzard действительно слушают. И Blizzard, я вам напоминаю, да, в игре в World of Warcraft очень интересно, что одевать и улучшать постоянно персонажа. И постоянно чувствовать гонку с другими игроками. Поэтому, если вдруг, совершенно неожиданно, вы сделаете каким-то образом внутри одного сезона несколько сезонов, и, например, там через каждый месяц будет обновляться новый и левел, скажем так, и, возможно, еще было бы круче, если бы ротация подземелья менялась. И, получается, каждый месяц практически был бы сезон, в котором можно было пододевать своего персонажа и тратить какие-то новые подземелья, то есть контент был бы бесконечным, учитывая пул наличия огромного количества старых подземелий, то неожиданно Warcraft стал бы интересным абсолютно всегда и каждый месяц абсолютно, а не только тот момент, когда только выходит патч. Вот вышел патч, да, я две недели поиграл, наслаждение тонны, несмотря на то, что я круглые сутки и так стримлю и делаю видосы, наслаждение тонны. Но потом я уже пододелся и, в принципе, думаю, ну, в принципе, игру я прошел, да, что я еще увижу. Да, люди пододелись, я пододелся, гонки уже нет, кто-то меня опередил, кто-то победил, кто-то проиграл, хочется новую гонку. А новую гонку у нас когда? Правильно, через полгода. Примерно. Это что такое? Надо, чтобы можно было это делать постоянно. А еще, рех в ключе автоматический, побольше разнообразного ПОП в соло, не только удалить хиллеров с арены, чтобы арена находилась вот так, вот так арена находилась без хиллеров, да, и они не нужны вот это вот вокруг столба устраивать дро или что, или правильно, непонятно, то ли дро, то ли чильню, ты устраиваешь, непонятно. Вот, а вообще отлично было бы, да, побольше новых режимов, БГшек новых и World PvP разнообразного за какие-либо точки интереса, и вдруг варха становится вкуснятиной, да? Но не все же новинки в один день выкатывают, чтобы все мы не тут же наскучили, поэтому Близзарды плавно, я знаю, вы выпускаете очень плавно и аккуратно все свои дополнения, чтобы заинтересовать с каждым новым разом, с каждым новым сезоном и так далее. И я надеюсь, вам понравилось, это видео было максимально полезным, и как всегда, ребяточки, бак-бак-бак-бак-бак-жу-о-о-о-о-о-о-о-о-о, Продолжение следует...